Всем привет! Ну что, весна пролетает, пулей уже практически лето, а лето это что значит? Это значит 1 июня и 31 августа. Все, на самом деле все пролетает очень быстро, особенно когда кучища дел, о которых мы вам и расскажем в этом видео, вы на канале Годуновский Бройлер, но мы рассказываем вам не только о бройлере, но и об огороде, и о нашей жизни деревенской, о том, что у вас новенького происходит, о том, что старенького происходит. И поэтому посмеемся, отдохнем и пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Поехали! В ближайшие 3 дня мы едем снова за яйцом, а у нас, как вы видите, оба инкубатора битком. Вот так как битком, совсем битком, прямо палец не сунешь, не то что десяточек, двадцаточек яиц, здесь все более-менее ничего, здесь есть два лотка, но там мои яйца витепородные, которые у нас на перекладку идут 30-го, так что тоже должна освободить место для нового яйца. И Франция, я надеюсь, что я 29-го переложу тоже их на перекладку вместе с породным лицом, у меня этот инкубатор освободится, и как раз сюда у нас пойдет СК-6, что еще, черевили, гусь и броли. Вот как разделить водоплавку с птицей сухопутной, мы с вами будем говорить отдельно по этому поводу, потому что инкубация у них разная, влажностный режим отличается, и даже температура отличается, короче, выводы, вот поэтому будем гадать и думать, как все это сделать, потому что у нас инкубатор этот остается целый, свободный получается для закладки, и наш 400-й инкубатор от Владимира Коробкова, который не вместит у нас 360 яиц, потому как там специальные вставки. Короче, будем думать, гадать, как натянуть ненатягиваемое и впихнуть невпихуемое, но сейчас скажу вам о выводе по яйцу бролера «Рос Испания» и бролер «Коп Турция». Переложила на вывод, что я обнаружила. Вот 29 яиц турецких у меня идут в отбраковку после «Миража», и если вы видите вот так вот, скорее, это будет 30-49 яиц, 49 яиц «Испании». Думаг среди них есть, что меня, в общем-то, не очень сильно обрадовало. «Рос Испания» было 297 штук, минус 49, это получится минус 16% по «Рос Испании». Ну, в среднем оно так и есть, это яйцо стабильное, вопросов нет. 248 штук на перекладку, минус 16%. Это значит, что у нас «Мираж» отсел 16% и оставил нам, сколько получается, 84, правильно. По Турции, как всегда, вот, ну не везет мне на Турцию хоть-то тут треснем. Никто не спрашивает, будете убрать Турцию или нет. Берете Испанию, берете Турцию, в равном количестве дают. Вот дабы, чтобы, если уж мы обломились, то уж в половину, а не на 100%. Поэтому и мы тоже даем яйцо и Испанию, и Турцию пополаме нашим покупателям. Итого, с Турции из 100 штук на инкубации у нас 29 штук от браковка. 29 штук, это 29%, как вы понимаете, считать особо не надо. 71 штука пошла на вывод. Никак не выключить, короче. Итого, 25-го ждем конечный результат, что останется. Бетон месишь. Что это такое? Слушай, пылища-то какая, ты посмотри. Это пар, какая пылища. Пар? Кипяток. А, это пар. Я думаю, это пыль или какой-то муки. Ничего не видно. Что-то там месишь, ничего не видно. И тебя уже почти не видно. Ужас. Все, выводимся. Это первая выборка с ночи, если честно. Но и такая она большая, самая основная. Вместе же вывожу все, яйцо. И Испания, и Турция. Рассаживать некогда, разделять негде. Вот, видите, еще претендент. Тоже. Поэтому здесь и русы, и кобы. Кроме пятнышек, различия между кобами и русами нет. Если птичка выращена, правильно, еще раз говорю. Соблюдены температурные режимы кормления и все остальное. То у вас питку и рост порадуют своими весами. Здесь есть немного негдеоведренных яиц. О, звонят. Наверное, кто-то приехал. За вот этими малышами. Не надо. Надо. Че-то у нас потолок все время плесневеет, а? Влажность какая-то повышенная. Все, наверное, из-за того, что я здесь что-то варю. Рассказывай, что такое. Как вы накосечили. Так что у нас теперь все в пиве. Хотел из кега спустить углекислоту. Клеща нацепило, а краны не перекрыл. И как у меня фонтан дал-дал. И все, короче, в пиве кругом. Чудесно. Чувствовали бы вы аромат какой здесь? Кега пустая, как бы, но остатки там над ней с дрожжами остались. А, так это его, да, дрожжи. И вот эти теперь все на потолке. Да не только на потолке, я хочу сказать. Потому что для пива варенья желательно иметь специализированное помещение с трапами и с возможностью мыть прям все вот так вот керхером. Потому что такое случается. То есть это следующее строение, видимо, будет вот это, да? Ну, хотелось бы, конечно. Аленкины ботинки стоят. Извините, тоже у них дрожжи, да? Нет, туда не долетело. Ну, как не долетело? Вон коробки даже мокрые, посмотри. Даже эти коробки далеко стоят. Нет, это я водой сейчас бросил. Вот здесь все, вот здесь все. Прямо вот так вот все. Класс. Супер. Попили пивка, хочется сказать. Там не было пивка. Аленка, там пустая пивка, которую я помыть хотел. Просто на дне немножко осталось. А она с давлением там полторы атмосферы. И вот как фонтан. Шуранун. Да. Кампанское прямо. Зато какой приятный запах. Не говори-ка. Действительно. Делай как-то каждый день, пожалуйста. Почаще, да? Да. Ну вот, после собранной скорлупы остаются 4 яйца, которые еще полежат. На одном дежурном клев. Цыплятаник вот столько, да еще плюс 15, которые я отдала. Ну и все. И следующий лоточек мы достаем. И следующий, и следующий. Ой, фу. Фух. И эту пыль еще пылесосим. А то дышать будет нечем. Смотрите, все в дыму. Аж прям. Это очень вредно, товарищи. Обязательно надевайте меры предосторожности в виде масок. Хотя бы тряпочных. Потому что крупнодисперсная пыль. Живая пыль. Имейте ввиду, аж легкие спасибо вам не скажут. Да, да. Абсолютно с вами согласна. Оно как прохладненько стало, и сразу запищали все. Алена будет обижаться, что я ее не позвала. На самом деле я ее не зову. Периодически потому, что вот из-за этой пыли я очень переживаю за ее легкие. Растущий организм все-таки вообще. Она очень любит их перекладывать. Вот еще черненькие. Вот. Конечно, как можно не любить такую прелесть перекладывать? Боже мой, мои пушистики. Все сухенькие уже. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Писали нам, что если вы говорите, что птицеводство вредно, а что же тогда говорить о животноводстве? Вы знаете, мне кажется, что все-таки от коровы или от свиньи пыли-то как раз вот этой живой будет поменьше. Потому что пирата на них мало, обычно, на этих животных. Вот. И меняют они перо нечасто. А вот это вот, вот это пушистенькое, пушистенькое оперение летает превосходно. Когда они выводятся, здесь просто целые махнухи в инкубаторе нарастают. Я с трудом представляю, что происходит с этим пухом, когда он в легкие поседает. Я же понимаю, что это органика, то есть, что это помимо, даже мы будем с вами не брать в расчет, что это может привести к какому-то воспалительному процессу впоследствии с заражением. Сам по себе этот пух механически закупоривает наши с вами клетки легких. Ну и, в общем, у нас есть знакомые, которые работают именно в диспансере соответствующем. Говорят, что мы их, мы их профиль. Птицеводы как раз очень частые посетители всех этих прекрасных мест по лечению легких. Вот. Не туберкулез, конечно, но нифига себе и не полезно. Цыплячьи предатели своим писком привлекли мою девочку. Муся, я тебе запрещаю целовать цыплят. Я хотела погулять. Ты хотела перекладывать? А, погулять вышла, услышала? Да, да, я услышала. А, ну все тогда, что делать-то? Помогай. Так, смотри, скорлупу убираем сейчас, да? И сыреньких, сыреньких сразу убираем вот в этот ящик, чтобы эти большухи, топтоногие, не мешали. Их не пересаживаем? Нет, не пересаживаем хоть. Алена, я сколько раз говорю, не целовать птицу. А можно эти птицы поцелуют? Птица поцелует нас, вот. Вас поцеловала птица. Вот такая грязюка у нас тут после первой выборки. Ну, короче, вот это будет вторая выборка в ящик поставила для тех, кто заходит сейчас за цыплятами, приезжает сейчас сразу. Для них бонус. Все возможные сложности нашего бройлерника не передадутся вам, потому что птица в бройлернике еще и даже не была. Это первый бонус. Это всегда нужно думать, поэтому не старайтесь забрать цыплят позже. Эта маленькая горсть комбикорма не стоит того, чтобы ваша птица посещала лишние места пребывания другой птицы. Так всегда. Включаю. И сейчас нажму сразу, чтобы обговорить. По поводу вывода. Значит, вывод у нас в общем итоге 20%. Что, уже компоты что ли закрывать? Сирень, что это, батька, сюда банки-то выставил? Не иначе пора уже компотики какие-то закручивать. Нет? Как ты думаешь? Май на носу, май, май. Первомай. Какие компоты? Зачем ему столько банок? И откуда он их вообще взял в таком количестве? Вроде бы как уже все давно перебито. Непонятненько. Слышите, пылесосит. О, я вам сейчас покажу пылесос, который издает звуки, как птица. Он чирикает так. Чирик, чирик. Очень забавно получается. Не знаю, что в нем так скрижищет, но это прямо вот исключительно пылесос для птичника. Что за мешки все повыкинуты? О, слушайте. И сейчас меня зачем-то ангажировали. Не знаю, зачем. Зачем ты меня звал? Зачем вы меня звали-то? Брудер. Что брудер надо? Брудер занести. А, занести. Я думала, вынести что-то надо. Вынести там клетки в загон. А, клетки вынести. Брудер занести. Это беспредел, понимаешь? Это беспредел. Ты тоже возмущен? Просто жуть какая-то. У нас все, как всегда. Процесс инкубации не прекращается. Вывелся бройлер, целое ведро скорлупы. И авоскопировала. Я сейчас францию индейку переложила на вывод. Было у нас 399 яиц. Ну, 400 почти. Индейка-хайбрид-конвертер. И вот вам, пожалуйста, эффект миража, так скажем, от браковочка. 80 яиц. Процент посчитать здесь достаточно просто. Получается минус 20%. И это для индейки, конечно, плохо. Франция вам не Канада. И даже есть тумак. Посмотрите-ка, вот такой вот он красивый. Есть микротрещина на скорлупе. Я предполагаю, что этот тумак именно из-за этого. Что есть микротрещина. Видимо, что-то пошло не так, короче. Вот. Напишите мне в комментариях, сколько вот здесь сейчас на столе по вашим ценам розничной индейки денежек. Интересно будет узнать. Вот такая вот у нас нынче прошла процедура воскопирования. И сейчас у нас крутится яйцо Канада, слава богу. И вот эта индейка, надеюсь, будет иметь оплот выше, как всегда у Канады, по тому, как она уже вся куплена. Ну и бролер, соответственно. Это пойдет на вывод, так, когда у нас наш 16 мая уже. Думаю, что было бы в два раза больше этих яиц. И в два раза больше спокойно можно было бы продать. Но куда же их сунуть, понимаете? Куда же их сунуть, эти яйца? Некуда их сунуть. Нечего придумывать. Все. Выводим, что можем. Коша, ты моя хорошая, дай тебе поглажу. Кто тебе нос-то поцарапал? Моя ты кошечка. Хорошечка. Сметану гладишь, сирень ревнует. Сирень гладишь, сметана ревнует. Какой-то беспердел просто творится у этих котов. Ревностный. Ты моя хорошая. Да ладно, ладно, ну и ты хорошая, и ты хорошая. Все, не деритесь только. Не деритесь. Накапала на холку им от клещей, от всей этой приблуды. Капли. Дабы нам клещей не надо. И им тоже не надо. Посмотрите-ка. Вот думаю, сдох, да? Это куст этой. Это куст этой, которую я не закрывала в прошлом году, как и все эти кусты. Черт и что. Ежевики. Вот молодые поросли. Тоже по листу, судя, ежевичные. Хотя, кто его знает? Кто его знает? Может, и малина пошла вбок. Но надо это как-то контролировать. Потому что малина-то тоже такой вид лист. Ну, короче, непонятно, что тут осталось из этого куста ежевики. Всего его переломало. Возможно, потеряли. Хотя он плодоносил очень неплохо. Это все надо вырезать. Это что, ремонтантная малина? Это все надо сделать. Старые ветки. Посмотрите, какая я ужасная огородница. Это просто страшный ужас. Вот от этих гряд хочу отказываться. Но отказаться тоже надо нежно и правильно. Потому что он там многолетний щавель. Но понятное дело, что его-то надо съесть, а другой-то надо заново посеять, чтобы он этот год нормально прихватился. Но гряды эти переносить страшно, потому что уже вот эта обрешетка вся, видите, развалилась. Ей сто лет в обед. Не знаю, или лук сюда наторгать. То, что вот эта гряда была под сидиратами. Ну, остатки, видите, горчица. И земля ощутимо рыхлая, ощутимо лучше, чем чувствует себя вот здесь, где не было сидиратов. И здесь она превращается от осадков, от всего, в такой плотненький бетончик. А здесь из-за постоянного воздействия корней, корневых систем растений, ну, сидираться так работает, достаточно структурированная земля, которая не превращается в асфальт, а становится такая, очень влагоемкая. Поэтому вот эту гряду мне жалко, конечно, нарушать, бессмысленно так. О, смотрите-ка, саженцы этого деревца, который я забыла, как называется. Ну все, контузия. Маразм только крепчает, да, с годами. клёна. Спасибо, господи, я все-таки вспомнила это слово. Клёна. Вот такие. Сирен, будешь шевель? Да? Будешь шевель-то? Шевель-то он очень полезен. Даже для таких сиреней, как ты. Вот эти клетки надо вынести. Ну, на самом деле их надо выбросить. Ну, как всегда, вещи же они должны пережить несколько стадий. Если вы в городской квартире, то это стадия какая? Балкон, гараж, дача, помойка. Именно вот эти четыре стадии и они должны все вещи пережить. Может быть, минус балкон, если у вас его нет. Но так обязательно. Вот. Поэтому эти клетки переехали сюда. Здесь отстояли в прошлом году, как Саша говорит, мешались наглухо. А теперь они должны переехать на территорию за какой-то чертом, дабы оттуда их тоже куда-то мы обязательно потащим. Сетка уже такая вся. Вот такая прихваченная. Мне казалось, что я могу здесь размещать молодняк, например, летом. Оказалось, показалось. Мне нравится, Александр Сергеевич. Что это мысль? Он хочет от этих клеток благополучно избавиться. Вот. Вот. Истребитель клеток пошел. Куда ты хочешь примастырить-то? Я не знаю, пройдут они вот здесь. Нифига! Неожиданно! Как это так у тебя выходит супермен? Взял и снял, снял дверь. Пора корячиться. Заводи свой мотор маломощный и погнали выносить клетки. Сейчас я лист даю шевели. Шевели? Где шевели? Вот, ссори. Это просто вообще стопудов пошел шевель есть, повторюши. Это ссори. Как небрежно, неаккуратно вырвал пол куста. Что, я козел, что ли? Я это не ем, да. Надо обработать малину. Ты не хочешь этим заняться? Я грушу обработал сегодня. А ты ее постриг? Малина твоя. Ты ведь ее не стриг, грушу? Стриг, я так ее обкарнал, как мог. А это смотри, тоже. Ну, я его равниваю, ты видишь, не особо айс получается все равно. Да, у меня стоп наклонился. Да? Да ладно. Прохладно. Ладно, пойдем, Лен, давай. Слушай, если ее отпилить вот с этой стороны, она вообще никакая будет. Ее только выравнивать, ветки оттягивали. Больше ничего ты с яблоней не сделаешь. Я же говорю, смотри, даже сирень понимает пользу щавеля. Вот, моя кошенька, вот она. Ну-ка, ты одет на его щавеля. Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, кушай, моя хорошая. Правильно. Надо мамочку слушать, что она сказала есть, я плохого-то тебе не посоветую. Не посоветую. Да? Моя хорошая. Какая же ты послушная кошка, а? Ой, все бы меня так слушали, как ты. Ты мой зайчик, любимый. Хулиганье. Ну, любимая хулиганье, да? Любимая хулиганье. Понесли, Бруна. Да, иду. Ухо загнулось. Ухо загнулось. Выправь. Во, вот так. Ой, пошла я. Так я не люблю это все носить. Просто страшный ужас. Ну, ничего не сделать. Вдвоем. смотри. Сейчас увидит сирень, приревнует, страшно, дело как. И опять они будут драться. Не целую кошку. Довольная, какая морда-то идет. Да, потрепали? Вот хорошо. Не ходи за мной, не ходи. Охо. Какая-то дабыцкая, дабыцкая, дабыцкая. Игривое создание. Сто лет победа все еще играет. Тихо. Характерный звук неработающего чего-то Говоря Заши, блогерам, не снимайте одно и то же, вы надоели А как не снимать одно и то же, если каждый год происходит одно и то же У нас опять сломался этот, с диким звуком работает У него хобби у этой штуки Обязательно ломаться, когда он нужен А в следующем видео вы узнаете, как мы ездили в Москву, какое яйцо привезли Опять у нас все битком, просто битком-битком Самый пик сейчас сезона Путямба, гусямба и так далее Все это вы увидите в нашем следующем видео Поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь Пишите нам комментарии, как у вас дела, как проходит ваш сезон И до новых встреч Здоровья вам и ваши птицы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!